Продолжение следует... А сегодня я бы хотел вашему вниманию представить то, как вели себя депутаты, вновь избранные, которые, принимая присягу, клялись и говорили, что будут отставить интересы народа Казахстана, каждого жителя Казахстана. Но, как видим на проверку, все их обещания, все их программы закончились до того момента, как они выселились в кресло депутатов парламента Республики Казахстан. Вот послушайте, что говорят депутаты. Ну, пожалуйста, руководитель партии Республика. Сейчас, когда идет подорожание без топлива, по вашему мнению, как-то скажется это на конечном продукте и как это скажется на аграриях? Однозначно скажется, причем скажется очень существенно. Но, вы знаете, я хотел бы ретроспективно вам сказать. В прошлом году у нас было хорошее удешевленное топливо, но на уборку мы покупали по 400 тенге за заправки. И вы просто, она просто закончилась. Потому что все вывезли, представляете? То есть вывезли, вот эти не чистые на руку, не чистые на руку предприниматели, которые занимались дистрибуцией ГСМ. Сейчас, с одной стороны, нам говорят, 295 тенге – это дорого. Но, с другой стороны, мы говорим, вы знаете, на уборку у меня будет достаточно солярка. И тут вот двояко. Но однозначно скажется на себестоимости, на себестоимости продукции – это просто, ну, 100 за 200. Почему? Потому что и химия подоржала, и семена подоржали. И заработок надо поднимать. Почему? Потому что жизнь-то подорожала. Если я не могу своих сотрудников, то я сам зарпад бежать. И плюс ко всему еще и экспортные рынки начали закрываться. Это все как бы неизбежно влияет. Как уш на сковороде крутится, а что говорит Перуашев? Станцев. Оно, безусловно, скажется на уровне жизни и на цепочке стоимости. Что касается самого повышения, это решение, насколько я понимаю, принято упорномоченным органам. Моя хата с края, ничего не знаю. Что говорит Собельянов, когда ему задают вопрос? В Можилисе всего семь комитетов. Один из них как раз таки отвечает за экономические реформы в стране и региональное развитие. Нуртай Собелянов, недавно возглавивший указанный комитет, решил просто переложить ответственность на Кабмин. Вопрос топлива, регулирования стоимости продуктов питания, все это прямая ответственность правительства. Поэтому и отвечать за это решение правительству. Это тот человек, которого планировали на место спикера Можилиса парламента поставить, который сторожил все СОЗы парламента, просидел в Можилисе. И депутат, который анонсировал свой приход в парламент, как революцию. Сегодня у нас были вопросы сейсма и селеопасно. Это утверждение, это ратиканское соглашение, соглашение между... Это повестка. А почему в деп-запросах не было ни одного депутатского запроса по поводу повышения стоимости? Я вот не могу, потому что ответить... Это мои коллеги, они сами депутатские запросы. У меня лично, вы хорошо знаете, я 20 лет земельный вопрос поднимаю. Земельный вопрос, вопрос строительства. Я вот этот вопрос... Вот я... Дайте вот маленькое, небольшое время для того, чтобы проанализировать ситуацию в сети. А вот за своих коллеги я ответить не могу. Одни ушли от ответа, прикрываясь своей некомпетентностью в этом вопросе. То другие по умолчанию приняли позицию правительства. Дело в том, что повышение цены на бензин, на диз топлива, я думаю, правительство и министры, соответствующие министры дали исчерпывающий ответ. Что это прерогатива правительства. Депутатский корпус за это не несет никакой ответственности. Но когда вы избирались и давали обещание народу Казахстана, что вы не допустите каких-либо действий правительства драконовских по отношению к населению Казахстана, все ваши вопросы уже сегодня забыты. Казахстанцы бурно обсуждают предстоящее подорожание топлива. Тем временем депутаты, в том числе и активные в соцсетях, решили закрыть глаза. Когда и поднимут ли они этот вопрос с парламентской трибуны, неизвестно. Неравнодушными остаются экономисты, предрекающие серьезные последствия таких решений. На дизель они относятся на всем, на всем. Они будут вложены в цены на все продукты питания, продовольствия, одежды, обувь, товары бытового потребления. На все. Потому что логистика сидит в каждом товаре. Вот это вот заявление министра Акчулакова я расцениваю, не у кого я расцениваю, как то, что он расписывается в собственной профессиональной беспомощности. Достаточно резервов для того, чтобы эти цены не только держать на месте, и даже снижать. И всякие ссылки, якобы там на какие-то мировые цены на нефть, якобы там в России намного дороже, чем у нас, и еще. Мне они лично представляются несостоятельными. Как видим, даже руководители партии, которые лидеры партии, совершенно далеки от того, чтобы отставить интересы избирателей, будем так говорить. Поэтому вместо того, чтобы получить тот парламент, о котором говорил президент страны, как он же Март Токаев, мы получили точно такой же карманный парламент, какой был при Нарсултане Назарбаеве. И, естественно, принимались антинародные законы. И думаю, что все это будет продолжаться и дальше под руководством уже нового президента Токаева. Поскольку парламент так и не стал, мы видим это каким-то уважаемым органом Республики Казахстан, а является просто карманным парламентом. Поэтому ожидать что-либо народу Казахстана и вот этого парламента с точки зрения отстаивания интересов народа Казахстана, повышения жизни на уровне, повышения зарплат, пенсии, стипендии и так далее, ничего такого мы не увидим. Ну и я хочу еще остановиться на одном маленьком вопросе. Маленьком вопросе для президента Токаева, премьер-министра Смаилова, но имеющего огромный резонанс и очень большое значение для народа Казахстана. Токаев объявил, что в 2022 год Казахстан закончил с ростом экономики целых 5%. Практически экономики ведущего мира сегодня находятся либо в стадии стагнации, или рецессии, или близки к этому такие экономики, как Франция, Германия, другие страны. А вдруг Казахстан показывает такие великолепные показатели, как 5% рост экономики в год. Это совершенно непонятно. Мне, по крайней мере, который внимательно следит за всеми процессами в Казахстане, у нас не было введено ни одного крупнейшего предприятия, не было начата разработка и добыча углеводородов, пусть это будет жидкое или газообразное топливо. У нас не было пуска какого-то мощного комбината или производства. Ну, сфера среднего и малого бизнеса, мы знаем, что на сегодня в условиях кризиса она находится практически в загоне, за счет чего же тогда Токаев и Смаилов показывают такие результаты. Мало того, после высказывания Токаева о том, что год 22-й, закончились с такими прекрасными показателями. Смаилов проводит несколько дней тому назад совещание в правительстве и докладывает очень существенно 4,3% общий рост экономики. Даже там есть 5% связанные с сферами услуг, и за счет сферы услуг они так и поднимаются на 4,3%. И говорят, что экономика Казахстана на подъеме, и этот подъем чувствует только руководство страны. Я думаю, что я нашел ключ к тем показателям, которые сегодня представляются руководством государства, президентом, премьером, министром страны. Поскольку Смаилов, я несколько пристально посмотрел на его биографию, человек, который ни одного дня не работал в реальном секторе экономики, который очень быстро продвигался, так сказать, по службе, поработать успел ли в министерстве иностранных дел, поскольку понятно, что его выдвинул Токаев, и какие заслуги тоже понятны. Но я обратил на другое внимание. То, что он более 12 лет отработал в сфере статистики Казахстана, это о многом говорит. Больше Смаилова по продолжительности срока службы на должности госстата отработал только один-единственный человек, который начал свою службу еще в 1980 году. Это господин Жума Султанов. Мы помним такого статиста в республике Казахстан, который с 1980 по 1994 год, в 2014 год, изглавлял госстат Казахстана. Так вот, Смаилов в период независимого Казахстана практически все время возглавлял госстат республики Казахстан. И я уверен, что очень научился красиво рисовать цифры, которые устраивает руководство Казахстана. Это устраивало современный султан Назарбаева, и устраивает на сегодня Токаева, который, несмотря на все вопросы, связанные с ухудшением положения дел, с ухудшением жизненного уровня казахстанцев, рапортует о каких-то высоких показателях. Поэтому, дорогие мои друзья, уважаемые мои подписчики, как видите, как я в прошлый раз сказал, что выгодополучателем вот этой реформы, которую провел Токаев, является сам лично Касожимарт Токаев. Никто другой, я имею в виду, из народа Казахстана не получил каких-то положительных моментов и почувствовал на себе улучшение положения дел. Хоть в экономике, хоть в социальной сфере, хоть в оказании услуг в Республике Казахстан, развитие транспорта, развитие сельского хозяйства. Да любой вопрос, какой ни возьми, все эти направления имеют свои негативные моменты, которые на сегодня не устраняются. Так что, все эти показатели, они, в моем понимании, липовые, они нарисованные, они соответствуют действительности. Я думаю, что род Казахстана в ближайшие, по крайней мере, 7 лет никогда не получит тех объективных показателей, которые сегодня имеются в экономике нашего государства. Вот так, дорогие мои друзья, я думаю, что сегодняшняя элита, она уже подхватила тренд, который озвучивают сегодня во всем мире, что все население планеты Земля будет поделено на две группы. Группа элитная, и все остальные элитные будут лечиться в элитных клиниках, иметь более продолжительный срок жизни на Земле, будет питаться лучшими продуктами, а все остальное – это серость, это серая масса, как они ее называют. Им пойдет и жучки, и червячки, и всякие букашки в виде продуктов питания, и, конечно же, ухудшение экологии. Достаточно посмотреть на Республику Казахстан, когда из Китая переводятся 50 производственных предприятий, которые загрязняют атмосферу, и мы видим, что эта программа начинает действовать под руководством Тукаева. И посмотрите, сегодня невозможно встретить, я думаю, в рейсовых самолетах каких-то руководителей государства, хотя в свое время я встречался в самолете и с премьер-министром Терещенко, который летел рейсовым самолетом, и Гузакбай Караманов летал на рейсовых самолетах, а сегодня уже ситуация другая. Элиты имеют у себя самолеты и по всем направлениям летают на своих самолетах, питаются исключительно пищей, которая их устраивает, лечатся в лучших клиниках мира. То есть идет уже у нас в Казахстане конкретное разделение на элиту и простых жителей Казахстана, до которых никому, конечно, не будет никакого дела. Поэтому надо сегодня четко требовать от правительства, от руководства Казахстана, от липовых, фиктивных каких-то реформ, которые продекларировал президент Тукаев, перейти к конкретным реформам, которые бы заметно и своевременно улучшили положение дел всех казахстанцев. Поэтому еще раз хочу сказать, дорогие мои друзья, эта группа, которая пришла сегодня к власти и незаконно захватила власть, социфицировав все выборы, которые успел провести Тукаев со своей командой, является сегодня нелегитимным президентом Казахстана. И отсюда все вытекающие последствия. Я думаю, что в дальнейшем мы еще на этом более подробно остановимся. Я на этом заканчиваю. До новой встречи. А в следующий раз я остановлюсь на том, кто стал конечным бенефициаром, как сегодня принято говорить. Ну, а в простом народе я назову конечным получателем или выгодополучателем от повышения тарифов и цен на энергоносители. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и до новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok